А здравствуйте, вы на канале Ярослава Фролова и сегодня я вам покажу дом до 5 миллионов рублей. Всем отличный дом, классный дом, шикарный дом, дом заходи, живи, действительно в хорошем месте. От электрички ходит там 6 раз автобус, на электричке можно ездить спокойно абсолютно на работу в Симферополь, в Севастополь, куда угодно. Все отлично в доме, но есть один глобальный нюанс, из-за которого у меня мой заказчик не приобрел этот дом. Об этом расскажу чуть позже, скорее всего, после того, как покажу вам дом, поэтому посмотрите до конца и, по крайней мере, узнаете про этот нюанс. Если встретите этот дом, ну, если будете сами подбирать без меня, сразу пройдете мимо. Ну, скорее всего, пройдете мимо, потому что, ну, как-то мы... Я солидарен со своим заказчиком, что-то из-за этого не стоит подбирать. Но это все будет позже. Итак, хочу вам рассказать, что у нас творится на примере вот домов, предела где-то 5 миллионов. Потому что сейчас, ну, как вы знаете, я занимаюсь подбором домов и участков в Крыму, и у меня сейчас идет несколько заказчиков с бюджетами 4, 5, 6 миллионов. Ну, вот в этих пределах. То есть примерно столько стоит в Центральной России, ну, вообще в России квартира, да? Ну, плюс-минус вот где-то таких денег стоит. Они продают... То есть мои заказчики продают там квартиру, или у них есть какое-то вот сбережение. И вот хотят на эти сбережения, там, от 4 до 6 миллионов, ну, приблизительно. Приобрести здесь нормальный дом, ну, потому что, ну, все-таки сумма большая, хорошая. И здесь мы... Я вот, у меня несколько подборов прямо сейчас идет в этом бюджете. С чем я столкнулся? Например, на конкретном примере вот этого бюджета могу рассказать, что у нас творится в Крыму с ценами. Буквально в октябре, в ноябре за 5-6 миллионов можно было взять классный дом, действительно хороший дом, и с газом. И в хорошем месте. И, кстати, от моря он был бы не сильно далеко. Но сейчас уже при таком бюджете, то есть прошло буквально там 3-3,5-4 месяца, при таком бюджете реально найти до 5 миллионов дом в Крыму, чтобы он вот полностью все удовлетворял, невозможно. Ну, понятно, что у каждого свои хотелки, у каждого и свои, нравится, не нравится, потому что, например, когда я сейчас подбираю, я там штук 20-30 этих домов набрал, а моему заказчику, он говорит, ну, не нравится, ну, нам не нравится. Вот там вот мы сейчас выбрали еще 3-4-5 домов, вот сейчас из них еще вот сейчас вот окончательно их перебираем, там смотрим, что как. Но, имейте в виду, если вы прямо сейчас, если вы обладаете сейчас бюджетом 4-5-6 миллионов рублей, и хотите все равно, и у вас есть мечта переехать в Крым и купить здесь дом, то имейте в виду, в этом бюджете сейчас еще что-то найти можно, более-менее приличное, но еще пока можно. Ну, там просто пойдет дальше, нравится, не нравится, но не у моря. Сразу говорю, у моря невозможно. Ну, вот был у нас недавно дом, я показывал на канале, там 5 с небольшим тысяч, ой, миллионов он стоил, но он уже продал. Там был дом, действительно классный дом, ну, там в шаговый доступ, ну, как в шаговый, там, 10 минут на машине или час пешком, вот там, минут 40 пешком было от того дома. Ну, не важно, тот дом, который я сегодня покажу, он далеко от моря. Друзья, если у вас прямо сейчас есть такой бюджет, то есть 4, 5, 6 миллионов, я бы вам предназначительно рекомендовал не откладывать эту покупку до мая, а прийти сейчас на договор, хорошо, не хотите мне платить, не платите, хотя бы сами возьмите, начните подыскивать себе дом, и в течение двух-трех недель, то есть в феврале, максимум в первых числах марта, выйдите на предварительный договор хотя бы. То есть, система такая, когда при покупке недвижимости, если вдруг вы не знаете, я вам просто сейчас расскажу, как это все делается. Вы можете сделать следующим образом. Если вы хотите приехать сами сюда, в Крым, то есть на сделку, то, что у вас есть второй вариант, сейчас чуть позже расскажу, какой есть вариант, которым пользуются порядка 80% моих заказчиков. Если вы хотите приехать сами сюда, посмотреть дом или участок, который вы выбрали, то вы обращаетесь ко мне, мы с вами делаем подбор, полный подбор, то есть все, находим то, что вас интересует, заключаем удаленно предварительный договор, то есть я подъезжаю, или моя, или моя жена юрист, мы подъезжаем к продавцу с договором, он подписывает этот договор, договор задатка, предварительный договор купли-продаж, вы перечисляете небольшую сумму, там, тысяч пятьдесят, сто, двести, ну, когда, там, относительно пяти миллионов, сумма небольшая, двести тысяч, так ведь? Вот, это договор задатка, вы его перечисляете, и потом, там написано, что в течение 30 или 45 дней вы обязуетесь выйти на сделку, в противном случае ваши деньги сгорят, вот, останутся у продавца. Вы за это время имеете возможность пропланировать свой приезд в Крым, приехать сюда, посмотреть еще раз своими глазами уже дом, именно своими глазами уже дом или участок, и спокойненько выйти на сделку. Есть второй вариант, тем, который пользуется реально 80% моих заказчиков, это удаленная сделка, то есть все то же самое, только вместо предварительного договора, если вам по всем видео, по всей моей экспертной оценке, то, что я вам буду рассказывать про этот дом, то, что я вам его очень подробно покажу на видео, и вы не можете сейчас прямо приехать, то вы можете заказать удаленную сделку, вот, у нас, вместо предварительного договора, мы буквально в течение 2-3 дней выйдем на сделку, вы пришлете сюда через нотариус, это просто делается, не так дорого, вообще недорого, кстати, и быстро, буквально в течение суток, сюда приходит доверенность через нотариат, ну, через нотариусов, мы получаем эту доверенность, и от вашего имени совершаем сделку. Все, дальше вы, когда вам удобно, приедете уже сюда, то есть, можете через полгода, у меня есть заказчик, который говорит, Ярослав, я тут появлюсь через 4 года, не раньше, ну, так получилось, там, на северах, там, работа, вот это все, вот, но он уже купил себе дом здесь, и сейчас мы с ним подбираем участок земли, дополнительно, уже инвестиционный, потому что он говорит, у меня появилось немножко денег, давай проинвестируем, вот, такие заказчики есть, их немного пока, но уже видно, что уже приходит ко мне второй раз, один заказчик, кажется, уже третий раз приходит, вообще прикольно, вот, ну, ладно, неважно, вот, и мы в рамках вот этой услуги удаленная сделка, мы вам просто отошлем конверт, то есть, когда уже получим документы из МФЦ, по отошлем вам документы, вы у себя в СДКе получите его, то есть, вот, я к чему вот эту всю болтовню перед этим показом дома вам устраиваю, потому что все-таки я же не совсем блогер, я человек, который старается помочь вам упростить вашу жизнь, я человек, который пытается сэкономить ваши деньги в том числе, почему? Да потому что сейчас дом за 5 миллионов, вот который сейчас, вот сегодня, сегодня у нас 21 февраля 2024 года, вот дом за 5 миллионов, он в мае, или к маю, в апреле, он будет стоить 6 миллионов, 5,5-6 миллионов, вы потеряете денег в разы больше, реально потеряете, чем пойдете ко мне на подбор, при условии, кстати, что каждый третий, четвертый мой заказчик на мне еще и зарабатывает, почему? Потому что мне говорят, Ярослав, а можешь поторговаться за нас? Я говорю, конечно, могу, у меня мотивация офигенная, 25% я получаю со сторгованного, то есть, если я миллион сторговал, 250 тысяч мои, но 750 тысяч сэкономил, а значит, заработал мой заказчик. Грубо говоря, если я сторговал 300-400 тысяч, то мой заказчик уже заработал на мне, то есть, это вообще прикольно, то есть, мало того, что мои все услуги бесплатные, и мои услуги моей жены юридические, и удаленная сделка бесплатная будет, но не у каждого это получается, где-то у каждого третьего, четвертого. Вот, возвращаясь к дому, который я вам сейчас покажу. Хм, гусь, привет. Этот дом находится в центре Крыма, недалеко от Симферополя, в принципе, хороший дом, как я уже говорил, но там есть один небольшой нюанс. Про этот нюанс расскажу после того, как вы посмотрите дом, поэтому не переключайтесь, ждите, смотрите дом. Симферополя Вот мы подъехали, Вот так, подъехали. Смотрите, столб стоит, на столбе свет, а здесь у нас по ночам светло, значит. Здесь полная красота, идет газовая труба. Так, ну, там уже я изнутри вам все покажу. Здесь, плясаником, все ухожено, все хорошо, смотрите, ни мусора, ничего нет. Тут, вот дальше фасад продолжается. Вообще, дом, прям, вот, заходи, живи, вот, ничего делать не надо, вообще, вот, просто ничего делать не надо, просто, насколько я понял, вот, просто заходи, живи. Люди сейчас там живут, здесь живут. А здесь заброшенные, что ли, получается? Сейчас, подойдем. Да, все, понял, все. Вот, в калитку, качелька детская. С этой стороны, перед домом, вот тут, прям, это окно кухни, потом я вам покажу, прям, из кухни вид. Здесь цветы, прям, вот, розарий огромный, тут огромное количество кустов роз. Здесь, есть виноград, тут виноград. Здесь, конечно, здесь сормят все эти кусты. А, это хороший. Да, синий такой, вот, он, кардинал. Не, не кардинал. Изабелла, которая? Не, не, Изабелла, Изабелла, не, нет, другой этих, я не знаю. Ну, вот, это, да, здесь елка. Здесь елка, 20 лет вот родом. Внуку. Грят, внук родился, посадили. Интернет у нас подведен. Да, интернет у нас подведен. Ну, все подведено. Ну, так, у вас, А, одна фаза, одна ведь, да, фаза? Или три фазы? Какой фаза? Электричество сколько у вас? Одна фаза или три? 380? Или 270? Ну, я не знаю, нет, наверное, я не знаю, какая. Нет, нет, ну, вот он провод, вот. Хотя, непонятно. Кстати, возможно, и 380. А, ты знаешь, ну, все есть. А, стоп, это же мимо. Это мимо, это мимо, да. Ваш, вот, ваш, ваш с того столба идет. Вот он, да. Я смотрю по счетчику. То есть, здесь одна фаза подходит. Тут подходит одна фаза. Так, сейчас давайте, чтобы я сюда не возвращался. Покажу дом по кругу. А потом уже пойдем везде гулять. Участок большой. Здесь, смотрите, вот кругом, 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 кругом розы. Кругом розы. Весь дом утеплен. Вот на этот внешний вид не обращайте внимания. На людей обманули. Прямо реально обманули. Они взяли, содрали в прошлом году побелку. Ну, и звездка, вот извести покрывают же дома. Купили якобы хорошую краску. И эта краска вся облетела. Вот вся. Вот ничего, это фасадная. Прям вот обидная стала. Причем, вот здесь вот. Вот здесь белили. Она все нормально, где дождя не было. А тут якобы фасадная. И она вон вся облетела. Причем, грунтовались. Вот обидно. Так, смотрите. Весь огород ухоженный. Но так как держали кроликов, здесь все засажено люцеркой. Поэтому у вас есть два варианта. Первый вариант. Кроликов зависит от держать кроликов. Или раза 3-4 за год спахать люцерка. Люцерка штука такая, что она 2-3 дает покоса в год. Нет, ну мы пришли, мы выкопали хорошее. Если вы уж не копать, они едут. А если так, то... А так посажено здесь, ну практически все, да, здесь посажено. Все, что может расти, здесь все есть. Я даже где-то тут... У вас где-то даже, я в листике видел, лаврушки. Растет у вас лаврушка? Нет, лаврушка нет. Вот этот, как орех, вот этот, вот этот, вот этот абрикоса коробчик. Она поздняя. Вот и ранее, вот эта большая абрикоса. А вот это угадай, что вот это. Это хурма у нас. Вот это хурма? Каждый год родит хурма. Класс. Каждый год хурма. Она такая кругленькая, вот ее срываем до морозов. Сложим в два ряда, и она прям поспевает. Ну если ее поливать, она крупная будет. В этом году ее мало поливали, она теплая будет. Я несколько деревьев хурмы посадил, посмотрим, как померзнут, не померзнут. А, ты что-то посадил? Ну, год назад, да. А, нет, она следует... Ну, понятно. Так, осторожно, руки, руками задерживай. Я что-то с помощником. Так, вот этот абрикоса классный. Так, идем дальше. Смотрите. Здесь начинаются кустарники. Это, наверное, черная смородина, скорее всего. Красная смородина, малина. Малина тоже. Малина. А это? Это яблоко. А, яблоко. Грушки небольшие, вот. Ну, хорошие. Мы их подпеляли, они такие вот. Еще виноград. Виноград здесь тоже. Вот это будет хороший. Ну, вот этот неплохой вообще все. Ну, их надо брызгать. Ну, да, да. Неплохо брызгать нельзя. Да. А, смотри, не надо пожаловать. Так, по поводу воды, смотрите. Здесь яма по разводке воды, но. Счетчик стоит, счетчик стоит. Вот там, сейчас вам попробую показать. Вот видите, вот здесь колодец. Вот там колодец на дворе счетчика. Счетчик прямо в колодце стоит. И разведен сюда. Ну, аж, говорит, так было удобнее. И вот что и улица на задах. Вообще, в принципе, здесь можно. Можно здесь чуть ли не второй дом вот здесь поставить. Потому что здесь улица, подъезд. Вот это все ваше. Вот до того шифера. Вот до того шифера. Это все ваше, все ваше территория. Ну, вот. Здесь заграждено. Ну, что, потому что лишнего не смотрели на вас. Да, и правильно. Ну, я что, мы ходим, я разную. Смотрите, уже все растет. А это эти, нафти. Да, да. Уже. Пошли, ничего. Все, Влад. Так, заходим. Смотрите, здесь все забетонировано. Все забетонировано. Это вот сзади дома здесь туалет. Потом изнутри все покажу. Показываю, что у нас во дворе. Во дворе здесь сейчас живут модные курицы, курочки. Классые. Да, это китайские хохлаты. Да, да, да. Что, кстати, самое интересное, они у вас не несутся, да? Не несутся. Это яйцо у них лучше, чем перепелиное. Да, я знаю, я их держал. А, ну, держи. Да. А это просто не сушки. Ну, и вот как раз там хохлатая тоже пришла туда. Это просто не сушки, это какие-то ломан-браун. Ну, а какие-то там, Марки Андреевны у нас. Так, тут у нас. Здесь у нас какая-то дробилка или как зерно у нас здесь держит. Здесь зерно, дробилка стоит для курочек. Специально для деревьев. Вот, идем дальше все, Влад. Двигайся. Так, вот тут я... Ну, вот, это сын строил себе мотоцикл вставил. Ну, такой-то недоделанный, но построенный тут. А, ну, мастерская. Вот, 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 выдано, да. Он сам себе тут велосипедик, да, сам себе тут построил. Мастерская. Привет. Тут сеновал, да, тут сеновал. Так, а вот здесь, смотрите, я уж туда не пойду. Вот я вам говорил, там до шифера, то есть вот это тоже все ваше. Вот от этого угла, вот так вот, и вот там, вот там вода. Помните, я там был только что? И вот это все ваше. Да. Вот. И сюда, все ваше. Так, над огородом идет СИП магистральный. Но это 0,4, поэтому охранной зоны практически нет, там 2 метра от него. Но имейте в виду, охранная зона тут есть. По, то, что вот, смотрите, вот он идет, вот от столба по столбам, вот вдоль него, в принципе, идет охранная зона. Новое что-то строить будет тяжело. То есть, если дом новый строит, надо его строить там, отступая. Ну, либо их заставить перекинуть от СИП каким-то образом. Потому что они его уже кинули после того, как здесь уже стоял дом. Так, идем дальше. Здесь подвал, а нет, это не подвал, это здесь царай. Говорят, здесь держат бройлеров сезон. Здесь все чистенько, бетонированные полы. И здесь можно действительно, ну, а можно скотину держать, можно козу держать. Вот это у нас для поросят. Да, здесь можно поросят держать, кстати. Вот она, все, тут готовая. А, ну вот, да, да. И держи, мы двух поросят для себя всегда держали. Можно свиньё подрожать. Вот тут можно держать вот это курил. Ага. Тут готовая штука для, ну, просто, знаете, как он курицет, завален, его снести, его донести. Ну, можно сносить, можно не сносить. Так, тут у нас, тут, типа, курятничка. Ну, это маленький был, который, да, барахла всякого было. Здесь, смотрите, сразу можно заводить кроликов. Я же говорю, там вот это церковь, и сразу кроликов селится. А, готовые. Причем, правильно, смотрите-ка, я в деревне первый раз вижу правильные крольчатники. С сеткой на полу, чтобы башку не ломать, не мучиться, чтобы все какашки вниз. Я просто именно так и строил. А вот эти, вот, это специально для горящей. Ну, да, 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 да. Кормушку вот для улицы. Вот эти все камушечки для этого есть. Правильно. Так, смотрите, это выгребная яма. Ей, говорит, очень много лет. Сел, не бегай. Она пустая, видишь? Яма пустая. Она, в принципе, да, ванная, и с этого идет, с унитаза. И с унитаза, и с унитаза. Да. По факту там. Вам ее хватит. Да, хватит тут на пушку. Навсегда. Мы убили сколько лет, на 15 секунд. Как газ провели вот тут. Ага. И мы вот эту вещь приводим. Так, идем дальше. А, вот он у нас подвал, да? Да. Подвал, но здесь подвал. Вход, видите, какой. То есть не как обычно, а здесь сбоку. То есть вход. В 59-го года дом был. Это подвал такой еще тех времен. Так, сейчас опу. Я уже не перейти. Хоть спичку надо бы фонарить. Сейчас, 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 у меня второй телефон есть. А, ну. Сейчас мы его включим. А я бы легче лампочку принесла, вкрутила. Подойдите, давай. Да это не надо. А, смотрите. То есть в принципе, в принципе, хороший, глубокий. Глубокий. Там где-то 2,5 метра. Да, да, да. Ну, глубокий, хороший такой подвал. И эти полки там хорошо, ну, железные все выдержанные. Ну, там умерли. А это песочек просто. Это просто песок. А ну вот так вот носками, по первому, да. Где-нибудь, где-нибудь. Стой, стой, стой на месте. На месте, стой. Говорю, остановись. Шагер. Оп. Все. Большую гляжуку убрали. Так, тут тоже. А это просто для летних уток мы здесь. Делали не до утра держала. Здесь вот эта яма идет только с раковины. Вот это вот, вот так она идет. Вот, где начинается там, она тоже полупустая. Яма, это потому что, чтобы знали, что где яма есть. Так, и здесь у нас вход, это уже... Это вход, да, это, смотрите, под навесом. Это вот там выход на улицу, а вот здесь вход у нас на хвост двора. Вот смотрите, как это все. Вот она, чтобы вы понимали, как мы шли. То есть мы вот отсюда зашли и вот туда ушли. То есть вот калитка, вон моя машина стоит. И мы сейчас вот так вот с вами заходим. Здесь навес. А, вот, третья колонка. Везде колонка здесь. Все, понял. Все, хорошо. Так, и заходим в дом. Заходи. Тёма, ой, Тёма, я не... Тёма, ты меня здесь подождешь. Сейчас осмотрим. Так, зашли в прихожую. Прихожая. Давайте посмотрим, какие потолки у нас здесь. Опа. Ну, получается, два с половиной метра чуть больше. То есть обычно нормально, хорошие потолки. Выключись. Так, заходим. Как зашли сразу же налево. Здесь котельня. Здесь стоит котёл. В доме очень тепло. Здесь... Рак, мне покажи, вот стоит рак. Более рак. А, ну, более рак. Ну, это понятно, что тут всё, вода тёплая. Да, да. Котёл можете потом поменять просто на... Ну, можно дать просто... Зачем он с тобой проработал? Я всех, всех участков ломаюсь, а у меня пуп-пуп-пуп не дает. Ну, и слава Богу. Всё, лизни и глади. Так, вот помните, я вам показывал, что ванну-туалет. Вот мы здесь... Здесь единственное, что у них... Немного меньше, да. Здесь потолки очень низкие. Метр девяносто. Потолок. Вот. Ну, зато холоднее будет. Вот. Привет, котейка. Какая я котейка. Кояйка. Это хозяйка вот эта, как у хозяйки. Здесь, смотрите, аккуратно. Всё, вот, аккуратно. Здесь раз труба идёт. Так. И смотрите, давайте начнём ещё раз. Мы вошли отсюда. У нас получается сюда налево у нас туалет, направо идёт кухня. Кухня большая. С видом на калитку. То есть, всё видно. То есть, вот калитка, там моя машина. Потолки здесь как и везде. Хорошие потолки, действительно. Да. Причём здесь они панелями ПВХшными закрыты. Да, да. Вообще, я говорю, дом, заходи, живи. Да. Жилой дом, заходи. Здесь у нас плита. А вода не здесь, а вода только там. Вода там, только там. Мы специально убрали с кухни, чтобы бить бардак. Ну как, я так решила сделать. Ясно, что можно было и тут делать. Но когда вели мне вот там, они провели мне туда. И получилось уже, что воды здесь нет. А её можно провести. Вон, оттуда у неё свободно. Теоретически можно провести канализацию. То есть, вот тут просто идёшь, придётся скрыть полы. Скрыть полы и провести. Ну там её, если по-своему, сделают уже. Я слышу, что каждый под себя... Да, странно. Вот чего ты кричишь? Чего кричишь? На кухне нет воды. Вот это минус, да, согласен. Я нашёл минус. Я нашёл минус. Ура! Так, заходим. Вот большой дом. Знаете, ещё здесь что-то здесь, мне кажется, потолки поводят. Выше. Ещё выше. Мне кажется, повыше. Сейчас посмотрим. Да, здесь на, по крайней мере, 2,6. Мне прям кажется, что здесь выше потолки. Здесь оставили печку. Просто её облицевали в этот самый, в пластик. Если вдруг что-то глобальное случится, обдерёте пластик, запустите печку. Проходим прямо. Здесь отдельная спальня. Небольшая спаленка, но она есть, по крайней мере. Потолки показывают безидейно, везде всё нормально. Единственное, что вот здесь... Да, 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 сейчас расскажу, сейчас расскажу. Вот здесь вот я вот увидел небольшой кусочек плесни. Почему? Потому что хозяйке... Ну, ей не нравится, что сейчас огромное окно стоит. Ей не нравится, что если слишком светло, она завешивала... Вот видите? Одеяло. Вот, два воздяга. Гвоздочка, она вешала одеяло. И вот, ну, и мокрилась, то есть воздух не гулял. Да, да. Вот из-за этого вот. Единственное, кто остальные, я посмотрел, всё нормально. Да, да. То есть в доме в этом отношении нормально. Кругом цветы. Да. Значит, света хватает, хорошо. Так, заходим в зал. В зале, смотрите, здесь тоже огромные и потолки, и окна. Зал большой, под ногами ламинат, тёплый. Реально, ногам тепло. Вот. И здесь вот ещё одна комната. Получается, на дом три комнаты изолированных. Три изолированных комнаты. Ремонт не делался лет 12-14, но... Да. Но, тем не менее, заходи живи, и потом можно потихоньку делать ремонт. Жить можно. По-своему, что-то сделать. По поводу окон, вот они все чистенькие. Просто там действительно вешали одеяло, из-за этого такая штука. Да, из-за этого у нас и вот это. Вот, а так всё, всё абсолютно. Сейчас даже вот там не включен насос у отопления, но всё равно в доме тепло. Так что... У нас очень тёплый дом. Да, дом тёплый, дом тёплый, действительно так. Дом тёплый. Действительно так. Так что вот, выходим, выходим, выходим. И выходим. Всё. Посмотрели ролик? Поставьте лайк. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. И я вам обещал рассказать про нюансик. Только сначала на телеграм-канал, всё-таки подбор дома в Крыму, подпишитесь, подпишитесь. Вот, ссылка, гиперссылка на него есть в описании к ролику. Ну, там, кстати, есть и на остальные мои каналы, почти все. Кстати, там, кстати, не все мои каналы в соцсетях перечислены. Ну, на телеграм-канал обязательно подпишитесь. Кстати, я напоминаю, 24 февраля у нас с вами большой стрим из Крыма. Я не помню, это в субботу или не в субботу. 24 у нас какой день недели? Суббота ведь? Жена, 24 суббота. Жена говорит, 24 это в субботу. А значит, в субботу, прямо на совпадение, у нас будет с вами большой стрим из Крыма, на котором мы будем с вами разговаривать, что я два года, как уже стал крымчанином. То есть у меня уже, можно сказать, такой глобальный праздник. Ну и фактически два года, как я занимаюсь подбором домов и участков в Крыму. Друзья, я обещал вам рассказать про нюансы, почему мой заказчик отказался, конкретно отказался от покупки этого дома, прямо категорически. И, в принципе, моя жена тоже сказала, ну она же юрист профессиональный, она сказала, в принципе, наверное, ничего страшного, но лучше при прочих равных отказаться от такой покупки. Почему? Потому что в этом доме зарегистрирован внук. То есть у него есть регистрация в этом доме. Он родственник, то есть ладно, был бы просто чужой человек, а так он родственник. И он сейчас проходит службу в вооруженных силах Российской Федерации. В срочке, но там, возможно, то есть неизвестно, когда он придет сюда, и неизвестно, как он отсюда будет выписываться, но имеется в виду сниматься с регистрации. Собственники обратились в МФЦ, спросили, а можно ли его выписать сейчас, ну то есть, грубо говоря, без его ведома перерегистрировать его с этого дома к себе в квартиру. Сказали, категорически нет, поэтому мои заказчики сказали, нет, мы такие риски на себя брать не будем. А вдруг что-то как-то там где-то, а вдруг чего-то, ну и вон нафиг. Дом дорогой, почти 5 миллионов. Поэтому вот такой нюансик, из-за чего этот дом мои заказчики не приобрели. Вот примерно так. Друзья, я вам все-таки напоминаю. Меня зовут Караслав Ролов, и я занимаюсь подбором домов и участков в Крыму. Если у вас есть мечта купить дом в Крыму, обращайтесь. Если у вас прямо сейчас есть возможность купить, то есть у вас лежит на банковском счете под какой-то процент небольшой, под 10-15% годовых лежат деньги, в Крыму недвижка дорожает на 50-100% в год. Поэтому я думаю, что я бы, например, мы, собственно, с женой так и сделали. Два года назад, когда покупали этот дом, мы просто взяли обычный кредит и купили. Это не совет вам, я просто говорю, как сделали мы. Но если у вас сейчас есть деньги, и вы категорически думаете, что вы будете здесь приобретать недвижимость, то не затягивает это дело. Обращайтесь. Да, и на всякий случай я вас жду, еще раз вам напоминаю, что у меня в эту субботу, как и любую другую субботу, в 9 утра на YouTube-канале Ярослав Ролов будет большой стрим из Крыма. Обязательно приходите, потому что мы будем, тут будет ровно два года, как я получил регистрацию в Крыму, как я стал крымчанином. И, честно говоря, я горжусь тем, что я крымчанин. Все, увидимся, пока-пока. Спасибо, что были до конца. От Буси вам большой привет.